всем привет друзья с вами снова Кочетков Александр пока везу молчаливого пассажира надеюсь успею уложиться про Сергея с раком лимфы я вам рассказывал про тетю Тому я недавно рассказывал у нее была гангрена давайте ну что вы многие до сих пор гоняют таракашек что там типа Саша ничего не знает Саша ничего не понимает Саша все это понимает все это знает потому что вот этой шкуркой он проходил это все блин что у нас с освещением вот так вот так лучше да это многие люди ну просто так получается вот мы там то-то 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 делали вот вроде как нормально я там гуглил гуглила я вся такая умная и все замечательно я вам больше скажу когда-то когда Наталья Викторовна это мой босс сирогема будучи на семинаре в Новосибирске туда приехал мистер пак и он нам рассказывал про аппараты ну Наталья Викторовна только ну планировала второй центр открыть в Омске ну и да задала ему такой вопрос говорит кому ну кого лучше брать в консультанты врачей или тех людей которые в сирогем ходят и он я сказал однозначно вы понимаете что проблема обучить врача но это практически невыполнимое нереальное я делал это я обменял сознание врачей вот Татьяна Николаевна привет блин ну ладно короче не главная картинка один фиг я только рассказываю блин ну свет включать ну это то еще ну блин короче ладно все я пишу ролика а там дальше можете меня помидорками закидать и короче о-о-о-о-о как так об лучи лучи и в общем поймите говорит что доктора переучить дохлый номер проще тому кто результат получил рассказать об этом почему потому что этот врач он изучал этот вопрос течение там 20 30 40 50 лет и попробуйте ему это то что вот он знал это вот так и не знает это по-другому его надо на это сподвигнуть это как минимум должен человек свой результат получить их много на самом деле врачей которые рассказывают о сирогеме и анугабесте нормально хорошо правильно потому что ну как бы они это прошли они глядя они также отталкивались от результатов и поверьте они были также скептически настроены но слава богу они увидели результаты смогли это все проанализировать ну у них более знаний таких чётеньких а я простой мне вот эти вам вам медицинские термины рассказывать я и не собираюсь у меня нет в этом плана такого плана то есть врачу надо вот так вот голову отвинтить он говорит тогда вот так вот вытряхнуть то что он знал вот так вот винтить обратно и потом только давать ему информацию по-другому это не объяснишь либо вот так вот а у нас сейчас последнее время люди своим собственным глазам уже не верят это опасно это чревато так вот я тот человек который результат который практик я не рассказываю какие-то басни крылова я рассказываю как есть как я это видел как я это продолжаю видеть так вот приходит к нам смотрю молодая девушка сидит там что-то бумажку заполняет там не помню кто татьяна николаевна или кто-то подошел к царе и я всегда на все разборки я хочу подхожу сидит молодая симпатичная девушка и у нее . на руна на коленке викулька викулька привет алена кажется звали вот маму и она говорит слушайте я короче прошла крым рым и все такое вот у меня ребенок болеет кашлят и я ничего не могу с этим сделать я горит я фельдшер на скорой но я ничего не могу сделать я горит уже восемь месяцев бьюсь не 16 месяцев с весны у него началось а это была зима перед новым годом вот и у меня горит это ну вот ребенок заболел закашлял и что делать не знаю ну то есть я начала там лечить лечение лечу-лечу-лечу ничего не проходит лечу-лечу-лечу ничего не проходит катастрофа уже там чё только не применяла там советую там тоже она же медика находит коллеги там пытается и посоветовать помочь ребенку два с половиной годика четыре годика маленький совсем я говорю ну все проходите ложитесь она легла и дальше рассказывает ну то есть говорит вот летом нас определили или ну короче в этот детский санаторий она там побыла полтора месяца тоже там а сперва уже усталили бронхит потом тракеид потом хронический бронхит а сейчас говорит вообще ничего не ставят вот она кашляет и все у нее температура и ничего не знаем что делать я говорю все вперед на кровать но ребенок-то маленький а как саша ну вот ложить ее пусть к это кареточка под шеей будет ну и поводит ковриком укроем пусть потеет и все и так началось у нас это лечение это было серьезно вот она лежала по тела я помню первый ожог это алёна тогда она пришла у нее насморк она в нос гундосит игру ну я ее половину . положил викульку и а я говорю ну вот и сидели аж рядом на аппарате не 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 я не не буду я буду рядом сидеть ну а слышу гундосит или прожектор говорю вот так вот поставь и все и держи а сам швикулька успокаиваю ее ну и потом пошел работать а это так продержала алёна прожектора и потом сажу мне кажется что она убирает прожектора у него лдырь на носу я вам объясняю ничего страшного абсолютно я говорю не бойся все будет нормально я бы не переживай все будет замечательно и реально на следующий день у нее все это прошло волдырь сдулся ну как бы лопнул и жидкость вышла и даже шрама не осталось то есть он опять опять ну как бы все восстановилось все замечательно вот потому что в этот момент если какой-то ожог вы получаете это токсины организм в одном месте собрал в один момент прекрасный вот так и она начала ходить начала ходить потом я помню на полчаса сидела там минут двадцать остывала но я объяснил что приноси с собой футболку чистую вот и она нам ну она приходила и вот так вот с вика и не лежали потом в один прекрасный момент она приходит говорит саш что такое было его что случилось а крит у нее это понос жесткий жесткий всю ночь всю мы скакались не она не спала и все вот всю ноченьку и говорит что-нибудь дать какие-то лекарства но я же тебя услышала что ты сказал что ничего не надо принимать я ничего и не давала вот и мы говорите ночью тобой папа попрыгали поскакали но это первое обострение ну только ты говорю не расслабляйся будет еще ни одно вот и в общем я говорю это не первое не последнее говорю понимаешь что ты очень долго пичкала ее всякими с надобьями химическими ноги да понимаю и получается так что она должна была викулька а вот они кажется они в садик не пошли она должна была быть какой-то там звездочкой и короче стихи раки это рассказывать но в итоге из-за того что у нее был понос и они не пошли в садик в общем подвела группу ну и как-то так и потом она побыла и горит ладно саш мы поехали или поехали да мы поехали в деревню а еще у нее это болячка на губе ну вот здесь она горит а это заят я говорю блин ален ты просто не переживай и готовься если что-то будет плохо ну там плохое ты ко мне беги не надо ничего ничего делать потому что у меня был опыт с мамой когда мама начала болячки замазывать и в итоге это привело очень плачевным последствиям вот она такая да ладно ладно саша и потом у нее получается вот эта болячка ну то есть у нее как стоматитом внутри или где-то как это болячки короче полную полностью весь рот изнутри все в болячках было понимаешь вот это все антибиотики все те препараты которые ты принимал они сейчас будут выходить и у нее представляете аж наружу бы эта болячка вылезла пробила кожу там это вообще такое отбыл и я и тогда отдал коврика она лежала ну то есть рекулька лежала на коврике и потом они уехали в деревню потом приехали с деревни и они мне дичь рассказали ой блин слушайте я забыл уже как это все было там было такое блин у нее температура поднималась бешеная до тридцати девяти градусов и вот она тогда ложила эту ну и кульку на коврик когда я отдал да 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 вот когда у нее эти болячки а она приехала с этого с деревни с деревни приехала говорит саша у нее понос начался жутки вот то есть два дня был потом прошло потом опять началось и вот она приехала у него бы за это наград это за этой игры ты давай не расслабляйся и у нее пробивает кожу начинается вот эта проблема жесткая и вот у нее начались такие вот ну как бы температура бешеная там тридцать восемь с половиной потом тридцать девять была температура и представляете медик она приходит горит саша чуть делать его вот забирай коврик я привез ей домой коврик она начала ложить ее да она переживала до была паника но в итоге у дочи все без без остатка все это вышло они занимались где-то месяца два наверное ходили а потом я наверное уже уволился они стали реже ходить ну короче все то есть ребенка мы вернули к жизни хотя на самом деле что бы было с ней ну скорее всего все дело шло бронхиальной астмы вот такие вот пироги с котятами и я не просто так вам об этом говорю я знаю как это работает я пытаюсь вам объяснить что заниматься надо плотно заниматься надо много один раз в день это профилактика и если поднялась температура не надо бояться я это проходил на собственном отчиме когда у него было обострение с печенью у него была жуткая температура то есть опять же викулька это был уже после дядя толи после дядя толи и соответственно отчим дядя толи у меня был первопроходец с температурой он мне тогда сказал ты что с ума сошел я сейчас у меня тридцать девять и пять температура я сейчас лягу на кровь на коврик и он будет там 60 там 50 градусов у меня же кровь свернется круты не умничай тебя поднял как кроватью вперед занимайся он утром проснулся у него была температура тридцать семь и пять в общем организм сам делает сам справляется поймите не кровать лечит кровать стимулирует иммунитет а вашему иммунитету абсолютно без разницы как называется болячка ему без разницы вы только можете ему помочь и как как когда-то мистер пак говорил один сеанс пропустил три дня три сеанса в минус то есть просто задумайтесь и все проанализируйте как это с вами происходит другого варианта нет физика физиология больше никаких волшебств это просто работа это просто работа организма ты ему помогаешь он выхлапывает ему не важно как называется болячка понимаете без разницы все это вы нарастили вы получили вы создали такие условия для организма что он не смог совладать с этой проблемой он построен над сделан для того чтобы бороться с этими проблемами если он не может справляться значит вы это сделали каким образом забили свой организм зашлаковали папа зажимали корешки в позвоночнике велись себя неправильно и теперь ваша задача начать себя исправлять и другого варианта не существует нет этой волшебной пилюльки нет этой волшебной таблетки старайтесь меньше принимать препараты химия на нафиг организму не нужна организм будет с этим справляться то есть поймите как это работает любой препарат это попытка справиться со следствием то есть исправить следствие заболела коленка дали диклофенак поднялось давление дали там сосудорасширяющие либо кроворазжижающие препараты при этом причина не решается причина не решается и получается ты гадишь в организм загружаешь печень кишечник раздра идет в органах внутренней секреции соответственно будет ему сложнее будет восстанавливаться и вы себя загоняете то есть пока и организм находит и ищет ключ химия ему не нужна ему надо решить причину эту вызвавшую а никак не следствие поднятием давления он пытается продавить сосуды чтобы кровообращение улучшилось и никак по-другому не за счет того что ты разово засунул туда препарат который сосуды расширил стенки расслабил и они расширились сосудики нет ни за это не этим не этого организм добивается и он ищет инструмент чтобы вывести эту химию себя и в этот препарат будет работать настолько пока организм не выработает этот ключ чтобы быстрее избавляться от этих препаратов как только он находит этот ключ он этот препарат уже не работает соответственно вы будете переходить на более серьезные препараты и да и так далее и так далее и так далее то есть вы будете ухудшать еще большую ситуацию еще больше организму делать создавать сложности а можно всего лишь навсего помочь организму он восстановится будет как новый вот так это выглядит а не так как вы считаете в общем всем удачи всем пока спасение утопающих дело рук самих утопающих мне нужны ваши лайки мне нужна ваша подписка мне нужны колокольчик чтобы вы поставили ну и комментарии пишите комментарии задавайте вопросы буду по ним писать ролики всем удачи с вами был кочетков александр всем пока